Привет всем стратегическим жевжикам планеты Земля! Вы видите и слышите Алексея Халецкого, и давайте взглянем на релизную же версию Humankind. Выходит Humankind 17 августа, но я вам уже могу показать игру, но с некоторыми ограничениями. К сожалению, это и релизная версия, но кое-что я не могу вам показывать. Например, последнюю шестую эру до 16 августа, но я надеюсь, что в процессе прохождения, по мере выкладывания серии, к 16 августа подойду к этой самой последней эре. Кроме того, выбирается русский язык, по идее он есть, но здесь пока все на английском, возможно дальше в настройках это появится. Ну и я выбираю, что я уже до этого играл в Humankind, так что мне не надо обучения. Нельзя мне показывать вот эту вот систему Аватар, там вы сможете сами создавать, как разработчики сказали, они хотят, чтобы игроки сами находили и разбирались с этим Аватаром. Они даже сами, по-моему, не будут ее анонсировать, чисто вы будете разбираться со всем этим. Что ж, давайте выберем цвет, но я хочу за розового. Ну, еще раз напоминаю, что спонсорам канала прям все серии будут по мере записи сразу появляться. Для зрителей раз в сутки будут появляться, вот как раз чтобы к этому 16 августа, к 6 эре подойти. Да, еще не могу энциклопедию показывать до 16 августа и все синематики внутри игры. То есть вот тут видео всяких не будет, там, знаете, заставочного ролика. Не знаю, с чем это связано, наверное, они хотят сделать какой-то трейлер из этого. Ну, посмотрим, все остальное, в общем-то, ну и это все ограничения до 16 августа, так что к 16 августа все будет показано. Во всем остальном это релиз, именно вот такой будет игра. Давайте я создам себе, ну, слава богу, тут можно выбирать, наконец, иконки, а то постоянно за эту лошадь играли, она меня постоянно пугала и раздражала. Так, а что свастики нету, непонятно. Странно, а звезда Давида где? Я не понимаю. Двух моих за сердечко, что ли, поиграть? Нет, как-то, как-то совсем... О, смотрите, можно даже... Главное, коммунистические эти есть, да, а звезды Давида нету. Нормально вообще? Я против. Ну, давайте что-нибудь такое, алиф, давайте вот за алиф поиграем, как бы. Альфа и Омега, кастом лобби. А, тут можно выбрать, видите, против кого играть. Давайте вообще в мейн-веню выйдем, почему-то мне тут даже настройки никакие не дали сделать. Выбор русского языка, наконец-то. Надеюсь, сейчас по-русски поиграем. Да, ребята, вот он, Humankind, мои мечты на русском языке. Давайте, в общем-то, начнем играть. Какой-то будет дополнительный контент еще, сообщество, управление контентом. О, два дополнения. Это у меня за предварительный заказ что-то. К эксклюзивным украшениям и индивидуальным настройкам профиля игрока и аватора. Из-за Deluxe, Notre Dame и Victor Hugo. Странно, я вообще предзаказывал. Может, это потому что, типа, пресс-версия у меня? Ну, ладно, посмотрим. И давайте начнем играть. Новая игра. Мультиплеер еще, кстати, нельзя показывать до 16 августа. Но я, честно говоря, не представляю, с кем я могу этот мультиплеер сейчас показать. Во-первых, давайте максимум конкурентов поставим. По-моему, 10 можно будет максимум. Кстати, притормаживает игра, когда ты добавляешь. Он, видимо, вот эти аваторы подгружает. Да, максимум 10. Ну, собственно, это логично, потому что у вас только 10 культур на выбор. Что интересно будет именно на 10 сыграть. Так. Тут можем параметры менять всех этих участников. Ух ты, эксперт. Уровень сложности. Эксперт. Продвинутый. 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 Эксперт. Продвинутый. Эксперт. Эксперт. Хм. А какие тут... Можно какой-то список как-то посмотреть, в принципе? Беовульф. А ну-ка, Беовульф кто? Продвинутый. Милитаризм. Азарт. Блин, хотелось бы, знаете что? Хотелось бы как-то вот... Например, отсортировать всех вот эти аватар по милитаризму. Например, ставить всех милитаризм. Так-то я не буду сейчас открывать и всех смотреть. Порядочный и злопамятный. Как он может быть? Ну, порядочный, в смысле, не врет. Да, давайте, наверное, оставим, что есть. Просто, да. Мир. Огромный. Рекомендовано для десяти игроков. Вот его и поставим. Облик мира. Пангея. Наверное, несколько... Давайте два континента поставим. Два континента. Очертания. Ну, средний... Обычные, давайте просто. Обычные очертания. Климат обычный. Суша 40% как есть. Реально в нашей плане. По-моему, даже немножко меньше 40. Количество континентов два. Новый свет. Не, давайте не будет. Давайте... У нас два равных континента. Ну, потому что новый свет, это не совсем... Как бы реально новый свет. Все-таки новый свет был заселен империями инков и ацтеков. То есть, мне хочется вот так, чтобы я приплыл, и там были какие-то империи. Так что, пускай нет. Острова присутствуют. Ограниченность мира. Начальное значение. Тут можно будет сиды ставить, очевидно. Разброс континентов обычный. Форма континентов обычная. Озера средние. Размер озер средний. Реки присутствуют. Хребты средние. Ну, тут все как бы... Все среднее обычное, так? Скорость. Не более синяя. Давайте норм... Мы играли на нормальной, в общем? Или мы на быстрой играли 150? Нормальная, медленная. Давайте на нормальной. Давайте просто обычную нормальную, да? И сложность. Ух ты, они тут сложность поменяли. А вот цивилизация и человечество. Хьюманкайнд перевели все-таки человечество. А можно... Я, знаете... Я, конечно, играл. Стандартная сложность для перспективных политиков. Это типа... Я так понимаю, город это стандартная сложность, да? Давайте я империю... Вообще, мне бы хотелось стандартную сложность попробовать, честно говоря. Я играл на сложности цивилизации и человечества в раннем доступе, в OpenDev'е. Но мне кажется, просто надо проверять на начальной сложности игру. Я в себе не сомневаюсь, что я нормально сыграю. Мы как бы знакомимся с игрой. Ну, давайте страна хотя бы послали. Может, город... Давайте тут страна. Если будет нормально, сложно, я вот скажу в конце. Нормально. То есть, мне кажется, что в игру должно быть интересно и относительно сложно играть и на обычной сложности. Вообще, в принципе. Поэтому я хочу обычную сложность проверить. Посмотрим. Так. Мирный режим... Нет. Мирного режима не будет. Карты. Нет доступных карт для этой игры. Но это, видимо, какую-то вот уже готовую карту можно выбирать. И дополнений тоже никаких нет. Так. Ну, давайте... Здесь я себе розовенькую выбрал. Алиф. Так, кстати, вот все из Endless Legend, например. Там тоже вот эти все цвета можно было... Можно вот Мидосу только другую иконку этот... Меня эти кони постоянно путают. Ну да, это довольно греческий. Что-нибудь тут еще, чтобы животных не было. Вот тут еще какая-то лошадь, слон. Давайте я вот чисто животных уберу. Семирамида. Блин, ну это будет путать меня... Так, давайте. Будет путать меня с религией. Какой-то лев. Какие-нибудь такие нейтральные символы хочется поставить. О, кстати, это не сердечко. Это... Эти... Карты. Трефы. Кому... Кому... Трефового поставим? Так, пики вот этому... Нет, этому сердечко надо. Тогда вот сюда пики давайте. И сюда бубей. Валет бубей будет. Не, нормально. Все, теперь можно стартовать, я думаю. Ну что, интересно, что там. Кочевое племя. Сообщество кочевых охотников и собирателей, живущих во временных поселениях. Вы можете скрыть и снова покаять интерфейс с нажатием Shift плюс F10. Так и хочется уже нажимать быстрее Shift плюс F10. К сожалению, видите, у них нету иконки Винни Зепуха. Ну, смотрите на меня. Я, наверное, выключу, правда, вебку, когда буду играть. Ну, короче, вступление нормальное уже. А то я все беспокоился, что будут эти все иконки такие же дебильные. Так, главное, в энциклопедию не лазить при вас. И что еще? Ну, аватары я вам точно не буду показывать. Ну, создание аватара. Вот это, то, что вы сейчас видели, я выбирал иконки, это не создание аватар. Там совершенно все по-другому. Увидите, короче. По всему миру зарождающиеся общества вздыхают глубже. О, все по-русски, кайф. Эпоха неолита. Ладно, убираю свою рожу. Так. Красота. Сейчас я еще в настройках положу для качества графики. Один момент. Все, выставил качество графики на максималочку. Наши, наш охотничий отряд. Первый. Готово. При этом. Почему-то переводчики решили в женском роде перевести. Ну, я бы, наверное, пошел по реке. Блин, тут вообще как-то холодно, да? Можно, наверное, включить выхлопы пока, чтобы думать, где бы город поставить. Ну, пока так пойду. Видите, вот вторая область еще находится. О, еда. Это мы собираем, чтобы вырастить до двух. Какая вкуснятина. В следующий раз, впрочем, лучше сперва помойте. Орехи. Мыть орехи. Так, получили. Блин, ну, наверное, не очень удачно. Ну, это уже автоматически сгенерированная карта, напоминаю. Это не сценарий, как в OpenDev'е было. Интересно, а тут есть начать заново? Ну, то есть, вот, например, вы начали... Ну, это вот зря. Им надо сделать такую еще штуку. Это как в Циве. Вот вы начинаете, например, вам не нравится, и там есть начать заново. Причем, по-моему, несколько ходов. Просто, чтобы настройки заново не ставить. Ну. На этом ход завершили. На стандартной скорости играем, напоминаю. Блин, я не знаю, как там на Блице 75 ходов. Прям даже интересно. Наверное, надо в сетевой будет попробовать Блиц сыграть. Правда, там, наверное, вообще воин не будет получать. Мне вот тут не нравится, что, видите, мне приходится по побережью идти. А тут я уже вижу, что ничего нету. Поэтому я, наверное, знаете, вернусь вот сюда, на реку. И, возможно, в другую сторону пойду. То есть, наверх не хочется. Мне кажется, тут еще что-то должно... Ой, следующая область открывается. Но она какая-то вся холодная. Блин, мне вот не нравится... О, наука. Если не удается узнать нечто большее... Так, что-то очень быстро подсказки убираются. Ну, вот здесь включаются субтитры рассказчика. Но, к сожалению, скорость их появления и исчезновения никак нельзя изменить. Буду стараться быстро читать, что он там говорит. Видите, есть резы какие-то здесь. Но мне не нравится, что тут все холодное. Вся территория какая-то тундра, блин. Ну что, я за Россию, что ли, играю? Наверное, вот туда наверх схожу. Такое ощущение, что мы на южном полюсе, честно говоря. А, ну да. Так и есть. То есть, мне наверх надо как раз идти, чтобы нормальные... ...плодородные земли. Ну, тут, кстати, довольно много резов. То есть, я, возможно, это потом к городу присоединю. Но ставить тут город... Мне кажется, так себе идея. Вот, еда. Сейчас второй юнит появится. Лесные ягоды. Так, что это у нас? Вчера ваши люди наткнулись на огромное поле дикой пшеницы. Если зерно собрать и измельчить, превратив его в муку, запасов хватит, чтобы прокормить все племя. Но у одного из старейшин появилась другая идея. Он предложил оставить половину зерна и вновь посадить его. Чтобы пшеница снова дала всходы в следующем году. Это очень необычная мысль. И она идет вразрез с кочевым образом жизни. Но, быть может, именно это именно то, что откроет вам дверь в светлое будущее? Что вы выберете? Итак, посадить. Домашний изменяет стоимость исследований на 25%. Вот именно исследование о домашнивании животных. А перемолоть на объект пища, город или аванпост плюс 2. Вот это не очень понятно. Наверное, вот сюда плюс 2 еды добавится. Ну, я давайте, наверное, к домашниванию все-таки минус 25% к исследованию. Мне кажется, это круто. Но пока это никак не влияет. Так, и давайте оленя убивать. Это нам даст еду тоже. Вон, пошла. Так, битва вручную. Уберу опять свою ружу. Так, нам надо сюда, видимо, встать. Значит, становимся сюда. Сверху мы больше урона ему нанесем. Ну и, по идее, должны убить. Нет, не хватит. Ну, сейчас он обнас убит. Но, правда, видите, урона больше нанес. Ну, да ладно. Получили 5 еды за это и 5 культуры. Так что оленей убивать надо. И у нас теперь 2. Но пока не можем... Не хватает очков в перемещении. Следующим ходом мы их разделим. Раньше в опендеве... Ой, слоняй. Ну, по-моему, да, они мирные. Вот когда, видите, у них значок вот этот пацифизма, это значит, что они нападать на вас не будут. О, наука. Древний лагерь. И вот еще наука. Ну, я туда, наверное... Потом схожу. Вот, еду собираем. Орехи. Ну, я бы вот оленей, конечно, убивал. Вопрос только, будут ли... Нет, другие вроде не должны присоединяться к оленям. Почему убивал? Чтобы больше жителей стало и, соответственно, больше населения было, когда мы в следующую эпоху перейдем. Так. Сюда, нефига это, вот мамонты, конечно, носятся. О, святилище мы можем разграбить. На самом деле, но... Мне кажется, тут все-таки важнее нам найти место для города. Так, еще один. Вот, вот это святилище можно было бы... Давайте попробуем сейчас, гравуна. Сколько осталось? Одно очко, давайте. 20 еды. То есть это плюс... Плюс... Считайте... Плюс племень, заяк, плюс юнит. Так, здесь попробуем на какого-нибудь оленя поохотиться. Не буду пока науку брать. Это только вопрос... Нет, не вступает вроде второй олень. То есть мы, типа... Это чисто мы охотой как бы занимаемся. Не войной, а именно охотой. Битва вручную. Тут и стоим, да. Я думал, может он сюда подойдет, но он не подошел. И он, видите, снизу атакует. У нас бонус по этому... К атаке мы сейчас меньше потеряем здоровье, чем в прошлый раз. Отлично. Ну, видите, олени дают всего пять. Пять. Еды. Но зато они дают культуру. А за культуру мы можем ставить аванпосты. Пока я не могу определиться с местом для города. Что мне, типа, вот тут мне прям офигительно нравится. Давай там ставить. Не знаю, все как-то... Так, успешное разграбление. И у нас тут двое. Значит, одного сюда отправляем. Какие-то горы сплошные. О, вон там уже фиолетовый, смотрите, аванпост поставил. Мы сможем к следующей эпохе перейти, когда у нас будет либо пять жителей, либо десять знаний получим, либо пять животных убрем. Но мы можем не спешить. Это не обязательное такое. Еще лесные ягоды. Так. Ну, я не знаю, мне тут не нравятся места, где ставить вообще что-то. Тут вот, конечно, леса есть. А тут вот лошадь есть, да? Поэтому, как мне кажется, надо где-то вот в этой области ставить. Исходя... Или вообще вот в этой, смотрите. Вот тут где-то на реке... Блин, тут правда очень много снега. Вот что мне не нравится. Ну, давайте попробуем эту область исследовать. Вот сюда, на реку пойдем, а потом следующим ходом вот так спустимся. Ну, вообще довольно... Довольно бедненькие места. Просто на реке... Река довольно хорошие бонусы дает к развитию. Мне кажется, вот тут какие-то неплохие места. Вот, видите, игра предлагает 7-8. Смотрите, здесь, во-первых, начальное неплохо. Во-вторых, мы сможем вот эту область с ресурсами роскоши добавить. И эту область с лошадью. Так что, мне кажется, вот тут надо ставить город. Как минимум первый. А там уже фиолетовый рядом, понимаете? Давайте, наверное, вверх. Схожу, посмотрю. Так, тут соберем чуть позже еду. О, первая культура. Миккенцы появились. Но мы их не встретили. Я думаю, что это и не фиолетовые. Хотя... Не факт, может и фиолетовые. Так, две науки и пять культуры. Так, вот тут, конечно, тяжело проходить из-за этих животных. Может, напасть на этого оленя? Что нам? Давайте нападем. Да, тут и стоим, в общем-то. Видите, тут приходится... Слушайте, а может нам пропустить ход? Типа он сам будет нас атаковать? Ну-ка попробуем. Да. То есть, он через реку атакует снизу. То есть, нам невыгодно было спускаться. Хай сам олень. Вообще, удивительно, что олень атакует. Они, вроде бы, пугливы. Он, наоборот, убегать должен, мне кажется. Так, хорошо. Так, что у нас тут? Мир в огне. Вы видите, как вдали уходит в небо тонкая струйка дыма. Пожар. Вместе с несколькими соплеменниками вы направляетесь на разведку. Запах дыма и гари с каждым шагом все отчетливее. Огонь все ближе. И вот вы стоите на окраине поселения. Многие сооружения охвачены пламенем, но даже сейчас видно, с каким мастерством они были созданы. Вы же собираетесь отправить людей на тушение пожара, как вдруг замечаете какие-то невысокие фигуры. Дети. Они бегут прочь от пожара. Можно догнать их и принять в свое племя, но тогда вы не сможете овладеть тайнами местного зодчества. Что вы выберете? Так. Либо мы получаем новую армию под названием Би, ну еще одного юнита, либо тушим и на 25% стоимость исследования оборону города. Нет, давайте возьмем детей. Все-таки спасем детей. Новая звезда роста получена. То есть мы уже можем, видите, перейти, благодаря тому, что у нас 5 жителей, но мы пока продолжим исследовать территории. О, наука еще. Ну, какие-то плодородные земли. Ну, все равно, что так выглядит. Давайте этим попробуем встретиться с Фиолетовым, чтобы уже иметь с ним контакт. и общаться. Так, тут собираем еду. Здесь, наверное, сюда идем. Видите, вот приятно, как бы сама логика исследования в игре встроена в механике. То есть ты не получаешь какого-то штрафа. А вот в Цивы, типа, ты появился, и ты должен ставить город, например, да? А с чего бы? Знаешь, как будто племя только... Сейчас такое возникло из ниоткуда. Они даже не знают, что вокруг них находится. Не сейчас. Не будем пока... А, подождите. До следующего оповещения. То есть вы хотите сказать, что я только через 10 ходов смогу культуру выбирать? Давайте проверим. Нет, я все равно могу и сейчас выбирать. Просто оповещение через 10 ходов будет. Ну и правильно. Правильно. Деяние. Пока еще никто ничего не выполнил. Так, Оленина бегает по территории. Ну, мне кажется, вот и правильное решение вот здесь город поставить. Выглядит... Во-первых, красиво выглядят такие холмы. Харапцы. Уже мекенцы и харапцы есть. Здесь, правда, тяжело сюда пройти все еще. Так, это у нас кто? Ну, он еще никто ничего не выбрал. Ладно. Ну, то есть вот у нас в соседях будет фиолетовый для начала. Будем иметь в виду, короче. Сейчас еще надо как-то тут территорию все-таки открыть. Еще с этой стороны, может быть, захватывать места. Блин, и тут Ресы. Красота. Так, тут олень был, куда-то Смотался Так, ну, харапцы понятно Так, наука и пять культуры А вот здесь, куда эта наука Денется потом Я смогу ее как-то потратить на исследование Интересно Пойдемте, светилище разграбим Плюс житель, как-никак Так, ну я, получается На самой южной оконечности Континента О, ачивка To in the water Это Пальчик в воде, что ли? Нет, подожди To in the water Потом решу Так, ну мебийцев выбрали Не я выбрал, а кто-то выбрал Мебийцев Так, еду получили Ну, пошли дальше Исследовать Здесь мы Не буду грабить светилище А хочу быстрее поставить Город Вот здесь буду ставить Тут, конечно, больше еды Но, в принципе, и тут нормально Тем более это Более в центре Территории Аванпост Ставится за культуру Кастула Следующий Аванпост Сколько стоит? 20 культур Видите И, кстати Ну, игра предлагает Здесь Может, действительно Чтобы Не досталось Фиолетового Я тогда перекрою от него Лошадей Точно Давайте, наверное, так и сделаю Сюда поставлю Так, тут я хочу Грабить Светилище Ну, это Знаете Вот это хреновый перевод Санктуарий Это убежище На самом деле И имеется в виду Ну, какое-то Светилище Если отсюда как раз Эти появляются Животные То есть это Скорее Знаете, какое-нибудь Пещера Убежище для животных Вот что-то такое Имеется в виду Потому что Санктуарий Санкчури По-английски Было написано Тут, наверное, надо уходить Потому что он реально Может на меня напасть Зачем Зачем иметь проблемы То есть Все-таки считается Что я с ним не встретился Потому что Ни я, ни он Не выбрали культуры Да Я пойду сюда Если у него тут Два юнита Он еще нападет Действительно Зачем мне это надо Альмеки Успешное разграбление Это получили Еще один юнит Так О, тут Кстати Еще и ресурс Роскоши есть По-моему Неплохое место Я нашел Я нашел в итоге Мне нравится Так, там у нас Бежит ставить Поселение А этим я хочу Тут исследовать Территорию Не знаю Не знаю Может уже переходить Культуре Но мне хочется Как-то еще Потому что тогда Вот исчезнут Все вот эти вот Штуки Которые я Собираю Непреодолимое желание Все собирать Пылесосить карту Так Разграблено Ну пошли вниз Смотреть Что там Ну в принципе Согласитесь Прилично Так открыто Это Вот Тут уже Чьи-то границы Слушайте Причем Что это Фиолетового То есть Он Тут поставил Город Мне надо Как-то Вот эту территорию Видимо Еще забрать Но У меня уже Не хватит Культуры Очевидно Потому что Следующая Будет стоить 60 культуры Вы построили Первый аванпост Увеличив Владение Вашей империей Я знаю Вы надеетесь Что это станет Началом Чего-то Очень Очень Грандиозного Да Надеюсь О Вы нашли Потрясающую Достроимечательность Лес Карклов Не понял Это я здесь Нашел его Подождите Где это Где этот Почему меня перекидывают К этой горе Где вот этот Лес Карклов Вот это Что ли Лес Источник Что-то Непонятно Мне кажется Что-то У них Тут Что-то С ошибкой Происходит Да Интересно Конечно Фиолетовый Забил Область Вообще Даже Не рядом С собой Получается А это Нубия Если Керма То это Видимо Нубия Еще Звезда Эпохи Ну Тут По-моему Невозможно Что-то Вообще Влияет А Видите На 20 слав То есть Это Каждая Звезда По 20 Слав И плюс Окей Так Ладно Это мы Обнаружили Событие Вы Стоите На Распутье Много Лун Ваше Племя Исследовало Эти Дикие Земли Медленно И с Трудом Постигая Тайны Этого Мира Где Искать Материалы И как Их Обрабатывать Чтобы Они Приносили Пользу Как добывать Пищу Из Растений И животных Обитающих На суше И в море Как Мифы И легенды Дают нам Силы Справиться С другими Племенами Теперь Вам предстоит Решить В какой Сфере Ваше Племя Будет Оттачивать Свои Знания В предстоящие Годы Прославятся Ли ваши Подданные Как Ремесленники Земледельцы Или Как Выдающиеся Рассказчики Слушайте А тут Унаследованная Черта От Племен Этого Раньше Не было То есть Теперь От Племени Будет Унаследованная Черта Раньше Были Унаследованные Черты Только От Культур Когда Вы Переходили К Следующим Так Мазанки Город Или Аванпост Плюс Одна Промышленность Земледельцы Плюс Одна Пища Астрономия Плюс Одна Наука Интересный Вопрос Конечно Так Давайте Глянем Какие У нас Территории Но Мне Хочется Моя Травма Из Цивы Когда Постоянно Производства Не хватает Мне Кажется Тут Еды Достаточно Блин Или Может Науку Взять Как Тут Наука Плюс Одна Наука За Каждый Город Или Аванпост Тут Плюс Одна Пища Вы Знаете Я Наверное Науку Возьму Потому Что Аванпост Реально Дают Много Производства И Пищи Просто Сами По Себе Где Тут Его Выхлоп Или Он Пока Еще Нет Нет Выхлопа Пока А Ну Вот 8 Пищи 18 Производств Но Науки То Нет Понимаете И Здесь То же Самое Так Что Я думаю Что Правильно Было Науку Взять Ну И Опять же Пишите В Комментариях По Вашему Мнению Что Надо Было Брать Катя Тут Не Разделил Племена Этот Пускай Сюда Бежит Давайте Кстати Оленину Завалим Надо Последнюю Звезду Выполнить Более того Мы в лесу Стоим То есть Он по идее Меньше Будет Урона Наносить Теперь Сам И сам Этот Встал В лес А нет Никак Не влияет В лес По-моему Только На стреляющие Юниты Влияет Если Не изменяет Память Так Ну Я бы Еще Одну Оленину Где-нибудь Завалил И Наверное Принимал Бо уже Он Например Бегает И Уже Принимал Б Культуру Какую Нибудь Так Здесь Пойдем Сюда Исследовать Я думаю Здесь У нас Бегает Здесь Мы Основали И Так Отсюда Куда Мне Может Туда Пойдем Там У нас Тоже Что-то Бегает Ну Давайте Вот Сюда Отправлю А Вот Карклов Понятно То есть Это Вот Целый Лес Вот Это Вот И Есть Я Как Тут Город Поставил Получается Вавилоняне Выбрали Выбраны Нифига Конечно Тут Этих Мамонтов Ходит Я Наверное Вверх Пойду До Этого Оленя Тут Просто Река Мешает Перемещению Понимаете Я Не могу Там Добраться О Зелененьких Встретил Еще Десять Еда Не знаю Не помню Во что Он Переконвертится Когда Мы Закончим Ходить Опасные Увлечения Прошлая Зима Была Особенно Суровой Земля Промерзла И стала Твердой Как камень А холод Пробирал До костей Когда Наше Поселение Сковывали Самые Страшные Морозы Соплеменники Жались Друг Другу Чтобы Согреться Но Кому То Этого Оказалось Мало Чтобы Разгорячить Кровь Мы Начали Устраивать Лихие Игры Соревноваться В борьбе И кулачном Бою Мерится Силой И выносливостью Одно Из таких Соревнований В котором Участники Бьются Друг с Другом На Обернутых Шкурами Кулаках Стало Настолько Популярно Что Под угрозу Попал Регулярный Сбор Пищи Для Племени Как Нам Поступить С этим Новым Увлечением Так Либо Поддержать Минус Пять Пищи Это У какой-то Армии Но зато И мощь На плюс Два Выше Запрещены Изобилие Плюс Пять Пищи А это Не на Не на Армию Это На Вот Это Аванпост Потому что Аванпосты Тоже Сами По себе Могут Расти Вот Здесь Плюс Один Житель Через Пять Ходов Понимаете А Если Я Выберу Получается Вот Это Запретить То Плюс Пять Пищи То есть Соответственно Тут Плюс Восемь Плюс Через Три Хода Стоит Или Через Четыре Или Закрепить Еще На 25 Процентов Одомашнивания Животных Давайте Вот Это Мне просто Интересно Будет ли Реально На Половину Открыто Одомашнивания Животных Когда Мы Перейдем На Следующую Культуру То есть Я Уже У меня Было Минус 25 Процентов Сейчас Еще По идее Половина Техи Должна Быть Открыта Просто Интересно Как Оно Работать Будет Так Здесь Продолжаем Открывать Территорию Слушайте А мне Дали Какое-то За то Что я Открыл Блин А как Это Посмотреть Эти Мне Не Дают Не Дают Посмотреть Мое Племя И Не Дают Посмотреть Деяния Может Это Где-то А Вот Вот Оно Нет Не Считается Что Я Открыл Чудо Природы Вот Этот Лес Это Просто Лес Это Не Чудо Природы Просто Лес Ничего Интересного Тут Так Ну Слушайте Мне Хочется Вот Эту Область Видимо Как-то Присоединить Но 60 Культуры У меня Нету Давайте Ага Тут Зона Контроля У него Но Вообще Тут Есть Шелк Тут Какой-то Стратегический Ресурс Точно Есть То есть На самом Деле Мне Вот Эта Территория Тоже Нравится Ладно Несмотря на Зону Контроля Вверх Пойду Надеюсь Он Не Решится На Меня Напасть Так Еще Юнит Может уже Культуру Принимать Или Все-таки Последнюю Звезду Набить Вон Олени Какие-то То есть В принципе Я уже Все Собрал Что Хотел Вон Уже Китайцев Ну Джоу Джоу Хорошо Это не Китайцы Это Джоу Сколько Еще Культур Там Осталось Это Не Считается Что Что Еще Встрет Или Надо Город Увидеть Обязательно Как бы Считается Что Я Еще Не Встретился Видимо Не Надо Культуру Свою Все-таки Выбрать Для Того Чтобы Я Встретил Блин Река Тут Я Сейчас Потеряю Ход Да Ну Что Поделать Потрясающее Достоприимчивость Река Тигр У меня 20 Мне дали Ачивку За то Что Я Видимо 20 Вот Этих Вот Штук Собрал Ну Ка Что-то Я Не Вижу Тут Вот Карклов Вижу А Тигр Где Тоже Чудо Какое То Ага Вот Тигр То есть Это мы Полностью Открыли Реку Тигр И за Это Нам А что Нем Дали За Это Просто Инфа То есть Мне за Это Ничего Не Дают А вот Волд Ворлд Например Вы Открываете Места И вам За Это Легитимность Повышается Все Таки Так Ну Давайте Вот тут Гляну Чтобы Точно Уже Область Открыть И Пойду Так Смотреть Так Сейчас Тут Тут На оленя Буду Нападать А и Тут На оленя Можно Напасть Давайте Соберем Вот это Тут Походу Конец Континента Кстати О А тут Уже Логово Написано Видите Не Ну То есть Но это Скорее всего Логово Диких Животных Имеется Ввиду Но Оно Агрессивное Так Давайте Вот этого Оленя Сначала Завод Тут Кстати Мы Снизу Находимся Блин Я бы На самом деле В данном Случа Отступил Сюда Чтобы Он Меня Атаковал А Фиг Вот тут Олень Понимает Что Он Находится В хорошей Позиции Черт Тут Мы Получим Больше Урона Потому что Мы Ниже Находимся Хотя Я не вижу Здесь Не вижу Чтобы Писали Какие-то Штрафы За то Что Мы Ниже Странно И Последняя Звезда Получена Давайте Я еще Тут Оленя Убью И Начну Переход К культуре Новой Так Закончите Развертывание Вот Смотрите Олень Соображает Встал Повыше Пять Культуры Ну Все Беру Культуру Потому что В начале Следующего Хода Все равно Так У нас Остались Ассирийцы Финикийцы А И Все В общем Прикол Так Финикийцы Торговцы А Ассирийцы По-моему Экспансионисты Если не Изменяет память Да Наверное Экспансионисты Потому что Я как раз Буду расселяться Может Силой Аннексировать Территории На которых Есть Аванпосты Административные Центры Других Империй И разрешено В любое Время Нарушать Границы Так Это интересно В общем Хочу Ассирийцы Взять Какие у них Тут Способности Вот Эта уникальная Черта Останется С вами На протяжении Всех Эпох То есть Вот Это Вот Черты Наследования От каждой Культуры Они Всегда Остаются Вот Это Надо Запоминать Скорость Перемещения На суше Плюс Один И к Боевой Мощи При Разграблении Плюс Пять Это Уникальный Район Укрепленная Цитадель Обеспечивает Защиту Границ Плюс Два Влияния Плюс Десять Укрепления Плюс Одна Боевая Мощь Сражение Для Отрядов Рядом С данным Округом Прикольно Причем С данным Округом Видимо Имеется Ввиду Вся Вот Эта Область Вы можете В одном Районе Во всей Этой Области Ставить Только Один Какой-то Район Уникальный Именно Так что Это Классная Штука Тоже Ну и Ассирийские Налетчики Правда До них Далеко Они 21 Сила Выглядит Круто Короче Ассирия Ребята Ассирия Значит Превратимся В воинственных Ассирийцев Быть дружелюбным Соседом Вы не хотите Я так понимаю Хотя Прикольно Тут все это Сделано С этими Общениями Новая Эпоха Наступает Эпоха Древнего Мира Где Главенствуют Ассирийцы Теперь Город Можно Создать Выбрав Ну то есть Аванпост Изначально Вы не можете Сделать Гордом Пока к следующей Культуре Не перейдет И видите Мы фиолетового Сделали Давайте На экран Империи Значит Главное У нас Звезды Экспансии Надо 8 Территорий Иметь Относящихся К любому Городу Зарабатывают Больше Славы Когда получают Звезды Экспансии Отлично Ну а эти Все как бы Второстепенные Для меня Посмотрим Посмотрим Значит Кроме меня Только кто-то Один Еще не выбрал Культуру Получается И это Будут Финикийцы А это уже Следующая Кстати Следующая Теперь я Хотел Посмотреть Науку Реально У меня У меня 50% От Домашнего Нежа А ну У меня Вообще Города Нет А ну Смотрите Все вот эти 35 Стоит А вот Это 20 Но Это Все равно Не 50 Если бы Я 50% Использовал То Оно Бы уже Хотя Может Оно 40 Стоило А Слушайте Так Тут Мои Ассирийские Налетчики Прямо Здесь Так Я Очень В Тему Короче Это Кайф Так Ну Давайте Я Город Наверное Сразу Сделаю Вот Это Я Хотел Вот Тут Я Хотел Столицу Вообще С другой Стороны Конечно Я могу Столицу И здесь Поставить А эту Территорию Присоединить Но Мне Нравится Вот Это Слушайте А может Реально Вот Здесь Город А эту Территорию Присоединить Я Все равно Смогу Здесь Рядом Рядом С этим Расширяться Это Будет Как Ну Это Будет Как Один Город Так Превратиться В Город Так Делаем Ашур Стал Городом И Теперь Я Хочу Присоединить 30 30 Культуры А Если Заселить Еще Один Район Сколько Это Будет Стоить 60 Наверное Да А 20 Значит Мне хватает И Присоединить И Основать Еще Значит Давайте Присоединяем Кастулу То есть Ну Опять же Кто первый раз Видит Хьюманкайнд Объясняю Идею Вы можете Эти аванпосты И в города Делать Превращать И Присоединять К Уже Существующему Городу Проблема В том Что у вас Есть Ограничение Лимит Городов Вот Вначале Это Всего Лишь Два Города Поэтому Нет Смысла Превращать Его В город Мне кажется К тому же Это Еще Стоит 160 Культуры Сейчас Вот Этот Был Бесплатный Первый Город А Превратить В город Просто 160 Но Присоединить Городу Это Увеличится Выхлоп Вот Смотрите Сейчас У нас Тут 14 9 3 3 Если Я Присоединяю Эту Территорию Стоится 22 27 4 4 Все Прям Зашибись Мне нравится Вопрос Что мы Тут Начнем Строить Сначала Может Сразу Уникальный Район 5 Ходов Наверное В сторону Фиолетового Куда Нибудь А Вы Наверное Нельзя Будет А Можно Везде Поставить Отлично Вот Можно Кстати Здесь Поставить Да Или Здесь Лучше Все равно В одну Клетку Проход Я Кстати Вот Эту Клетку С помощью Экспансии Буду Присоединять Знаете Как Она Делается Вы Делаете Армию Заходите Туда Вот В этот Район В Талиман И за Деньги Как Вы Присоединяете Другое Дело Что Где Нам Взять Деньги Другой Вопрос Отделение Отделение Сколько Это Стоит Нет Да Но Это Присоединение На стабильность Влияет Хотя Все равно Соточка Пока Блин Мне На самом Деле Конечно Очень Хочется Эту Территорию Присоединить Но Мне Надо Вот Эту Чтобы У меня Были Лошади Для Для Моих Уникальных Юнитов Так Вот Теперь Я могу Тихий Открывать Да Кстати Смотрите Даже По-моему Выглядит Как будто Больше Пятидесяти Процентов То есть На самом Деле Это Домашнивание Животных Стоит Ну Нормально Стоит Короче Так Египтяне Выбраны И Хепты Были Выбраны Как раз Передо Мной Поэтому Я не Успел Выбрать Ну Я думаю Что Надо Уникальный Район Строить Надо Строить Уникальный Район Или Или В эту Сторону Куда-то Ну Смотрите Это же Его Не Основной Район Да Фиолетового Смысл Мне Сюда Защищаться Вот Его Город Откуда У него Могут Юниты Идти Я бы Наверное А Более того Я же могу Две штуки Поставить Тут у меня Два района Это в каждом районе По одной Можно Давайте Наверное Тогда Вот сюда Поставлю Сначала Мне кажется С едой Производства У меня Достаточно Вот Основной Вот этот Уникальный Район По-моему Важно Поставить Дальше Мы Не зря Клоун Не зря Помнит Эти лица Вечером Шут И теперь Убийца Короче Мы не зря Делали Кучу Юнитов Я собирал Еду Теперь Я их Вернул Как жители Как жителей Обратно Если только Еще вспомнить Как это делается Вот Распустить Увеличится На один Пункт То есть Теперь Этот Добавляется Видите Сейчас тут Ноль жителей Вообще Не знаю Кто тогда Город построил Тут спрашивается Но Смысл в том Что это сейчас Становится Жителей Жители Кстати А когда Вырастет Давайте Знаете Он следующим ходом Тут появится Первый житель Давайте мы Обождем А то я сейчас Добавлю жителя И он начнет Ресурсы жрать Сразу И медленнее Вырастет Вот этих Я всех возвращаю Чтобы увеличить Население Я в принципе По-моему Нормально исследовал Территорию Так сказать Достаточно Ну хотя Ладно Тут я Через реку Шел Давайте Чтобы не зря Ход Тратили Сюда Пойдем Поисследуем Где-то Еще У меня Где-то Еще На континенте Три соседа Должно Быть По идее Не Не хочу Влоговать И тому Блин Тут не пройти Жалко Не хочу Влоговать И там Будут Агрессивные Животные Так И этим Возвращаемся В город То есть Идея Вот этого Начального Периода Племени Чтобы Выполнить Я не знаю Я не могу вам сказать Как правильнее По развитию Делать Демоникс Вот ты как считаешь У вас Есть знаток Игр От Амплитюда Как было Как было Бы лучше Маледикт Еще Надеюсь Придет Посмотреть Все Все ребята Которые Амплитюд Разбирали Как Лучше Вот начально Развиваться Мне все-таки Выглядит так Что важно Набить В начале Тем более Что нам Дают Даже Ну Грубо говоря Слегка Открывать Техи То есть У меня вон Как Животноводство Было Продвинуто Ладно Придется Блин Придется Нарик Установиться Чтобы вернуться Ну я На этом Закончу Первую серию Как раз Эпоха племени Завершена Продолжение Завтра А спонсоры Канала Могут поискать Прямо сейчас Во вкладке Сообщества Ну и Ваши впечатления От Хеманкайт На русском языке Во-первых Во-вторых С релизной версии Ну Они еще Вот прям уже Вот Даже в этап Племени Кучу всего Добавили И событий И вообще Мне вот это нравится Что вот прям Ты начинаешь С того что Ты реально Кучу территорий Открываешь И только потом Город ставишь Понимаете И у вас уже Вы как бы знаете Вы тут уже прожили Ваше племя Сколько-то лет Сколько-то лет Прожила здесь И Развилась Более-менее В любом случае Спасибо что Смотрели Не забывайте Ставить лайки Пожалуйста Чтоб Видео Лучше Продвигалось Комментировать Естественно И Делиться Этим Видео Где-нибудь У себя Там Все Всем пока Спасибо что Досмотрели До конца Я Алексей Халецкий Тот кто Сделал Это видео Пользуясь Случаем Хочу попросить Вас поставить Лайк Оставить Комментарий И поделиться Этим Видео Со своими Друзьями Или В социальных Сетях А также Посмотреть Другие Мои Видео Ссылки На которые Вы видите Сейчас На своем Экране Играйте В умные Играйте И Всем пока